Приветствую вас. Как мне кажется, проблема ваша заключается отчасти в физиологии, а отчасти в психологическом аспекте. Я попытаюсь аргументировать свой ответ и попытаюсь вам нарисовать картину того, что вот, собственно, я вижу. В последнее время пишите вы уже довольно давно. Я чувствую какую-то апатию. В последнее время, но уже довольно давно, то есть, вы извините, конечно, но явное здесь противоречие, то есть, в последнее время уже довольно давно. То есть, либо уже довольно давно, либо в последнее время. В последнее время все-таки используется в качестве обозначения более недавних событий. Я чувствую какую-то апатию. Апатия, если говорить чисто про нее, ну, изолировано, то это про механизм защиты. То есть, у вас есть механизм защиты апатия, который оберегает вас от каких-то внутренних противоречий. Может быть, от этих самых чувств, которые вы испытываете, может быть, я, конечно, не знаю, может быть. Апатия это, еще раз, механизм защиты. Чтобы было понятно. Дальше. Много времени провожу в соцсетях, смотрю ролики на YouTube. Зачем? То есть, понятно, что вы просто проводите время свое. Но почему именно в соцсетях проводите много времени? Что вы делаете? Смотрите ролики какие? То есть, почему вы выбрали именно такой способ времяпровождения? А есть ли у этого какая-то цель? То есть, вы же ролики как-то выбираете, да? Вы же в соцсети тоже что-то делаете. Вот тут надо бы тоже поисследовать. В какой-то момент я поняла, что мне не так интересно жить своей жизнью, как наблюдать чужую. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы обесцениваете свою жизнь? Почему вы считаете, что ваша жизнь хуже, чем у других? Как вы пришли к этой мысли, к этой идее? Помимо этого я сравниваю и думаю, как же всем интересно живется по сравнению со мной. А откуда пришла эта идея сравнивать себя? Вы знаете, я не уверен, честно говоря, что эту идею вы почерпнули, как бы вот в проблемах с гормоном. Я думаю, что сравнивали вы себя и раньше. Только если раньше сравнение с другими было для вас чем-то типа стимула, стимула, чтобы что-то делать. Вот. Вот. То сейчас я боюсь, что этого стимула больше нет. Да, то есть что-то произошло, да, возможно, вы разочаровались в себе, возможно, вы не выполнили какое-то условие, которое вы себе ставили, требования, которые вы к себе предъявили. Вот. В психологии это называется интроектом. Ага. И... Всё. И пошло вот это состояние. На себе поставили крест. Дальше, значит, сравнение себя с другими. Это эмоциональная и психическая, психологическая холодность с близкими людьми. С одной стороны отсутствие доверия и принятия себя и доверия к себе с другой стороны. То есть вот эти симптомы, да, и эти конфликты. То есть то, что вы не доверяете себе и, возможно, никогда не доверяли. То, что вам не давали ответов близкие люди и вам приходилось искать ответы у посторонних людей в детстве. И, как следствие, это обесценивание личного и идеализация социального, общественного. Дальше. Логичный совет на начать делать что-то интересное. Нет. 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 Это нелогичный совет, потому что, на мой взгляд, умеет мне сперва доверять себе, принять себя, увидеть свои личные качества, выражать свои чувства, потому что они у вас подавлены, но не исчезли совсем. И тогда уже сделать что-то интересное. Для этого нужно найти источник подавления, собственно, и изменить сценарий, в котором вы сейчас живете. То есть, в тот момент, когда вы приняли решение, вам нужно принять другое решение. Когда-то вы приняли такое решение, вот решение свои чувства подавлять. Я уверен в защиту того, что вы не выполнили какое-то требование. Дальше. У меня нет никаких своих идей, я могу только смотреть на других. Но, опять же, нет идей, потому что нет чувства. Нет никаких желаний. Правильных желаний нет, потому что нет чувства. Но, что касается желаний, то здесь вы лукавец, и вы же хотите смотреть ролики на YouTube, вы же хотите сцитаться, сцитя. Наверное, вы хотите есть, и, наверное, вы хотите спать. Сцветы желаний есть, и от ними есть другие, просто другие вы отрицаете. Дальше, значит, стремление и только ощущение, что там, где я жизнь проходит, а там, где нет меня, она идёт. Откуда это всё же такое обесценивание себя? То есть, впрочем, похоже, знаете, на наказание. То есть, похоже, что вы себя наказываете. Из-за этого тревожность, правильное предсознание говорит, что надо что-то делать, подавленность. Ну, подавленность, это, соответственно, скорее такое состояние, да, то есть, вы себя так чувствуете, подавленное. Что говорит о том, что эмоции и чувства всё же у вас есть, просто они подавлены. Ещё я давно заметила, когда давно, что меня утешает, если у кого-то ситуация похожа на мою, ну, вы чувствуете себя не одиноко, и вам от этого легче. Без этого подкрепления я ни в чём не уверена. Постоянно спрашиваю друзей, а у тебя было? Ну, всё то же самое, сравнение себя с другими, не доверяясь себе. Раздражаю сама себя, перемалываю всё это в голове, не могу выбраться. Раздражаете себя чем? То есть, что вы в себе не принимаете? Перемалываете всё это в голове? Что перемалываете? Зачем? А для чего вы перемалываете? Откуда это у вас пошло? Перемалываете, да? То есть, это похоже на навязчивые мысли. Навязчивые мысли это, с одной стороны, ограничение извне, то есть, что вы должны что-то делать, должны что-то, ну, о чём-то думать. С другой стороны, это могут быть и подавленные желания ваши, опять же. Так вот, они так выражаются ваши желания, не могу выбраться. Печатевые? Откуда? Мне 31 год, есть стабильные отношения, к каким-то моментам я принимал, что я не ощущаю прежних эмоций. Так, это нормально, что прежних эмоций вы не ощущаете, потому что одни эмоции в отношениях меняются другими. Чёртся меняются, как и сам человек. Одних и тех же эмоций в отношениях чувствовать вы не будете, поэтому здесь, мне кажется, умеетнее было бы не ждать, пока это пройдёт, само по себе это не пройдёт, а я работаю над тем, чтобы новые эмоции появились, либо расставаться. В отношениях может быть, так называемая, стадия отвращения. Честно говоря, первый раз слышу эту стадию отвращения. Сижу, жду, пока пройдёт, иногда думаю, может быть, это конец. Ну вот, ещё раз, сидеть и ждать, что всё пройдёт, вы ничего не добьёте, сидя. Спрашиваю друзей, не ощущали ли они когда-то в отношениях что-то похожее. Но, опять же, вы не доверяете себе, не хотят туда разобраться в своих чувствах. Так, от всего этого точно. Точно. А от чего именно? Хочется получить инструкцию, что делать и как надо. Понимаю, что это глупо, но потому-то вы не доверяете себе. Началось всё примерно год назад с проблем с гормонами. Ну, тут вот нужно поисследовать, да, то есть, если проблемы с гормонами, соответственно, нужно, возможно, как-то скорректировать эти самые гормоны и сейчас, потому что, ну, если они у вас наружены, да, то, соответственно, там что-то происходит на медицинском уровне. А потом было полгода паническое расстройство, сопровождающееся таким подавленным настроением. Ну, паническое расстройство, это, опять же, признак зажимания чего-то в себе. Из-за этого я не могу понять природу своих ощущений, то есть, допустим, части отношений от целебита, разлюбила или это депрессия. Ну, вы знаете, депрессия – это заболевание, его диагностируют врачи, поэтому, если у вас заболевания, депрессии нет, то это значит разлюбила. А что касается целебита, то с целебита вообще не относится ни любовь, ни депрессия. Не уверены в своей адекватности в связи с этими апатичными настроями. Ну, апатичные настроения никак не влияют на адекватность, то есть, может быть, у вас есть негатив определенный, но на адекватность апатия не влияет сама по себе. Вот. То есть, вы в себе не уверены в принципе – это да. Вот. Не понимаю, что делать. Пишите вы. Ну, тут хотелось бы уточнить, что делать, чтобы что? Чтобы вы так и не сформулировали свой вопрос, который… ну, свой вопрос, да? То есть, те, кто не написали, а какой запрос-то к психологу непонятно. Вот. Поэтому… В качестве, значит, вводной, так сказать, части, в качестве обучения, приготовки, я бы хотел вам дать книгу «Практикум по геологической терапии» Фатерика Первого. Это инструкция по работе с эмоциями, с чувствами. Почитайте, поделайте те задания, которые там есть. Вот. Я думаю, что в качестве начала вам это поможет. А дальше уже можно будет работать. А дальше уже можно будет пообщаться с вами, значит, набрать материалы для анализа, и можно будет выработать стратегию работы и, соответственно, уже к ней приступать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.